В условиях старых, добрых, олдскульных войн 19 века, любая рота солдат могла чувствовать себя в безопасности, просто удалившись на пару сотен метров от мушкетного огня. Это отлично работало до 1900-х годов, пока мир не услышал о снайперах. Виртуозные стрелки, о присутствии которых на поле боя, узнавали только после потери бойца. Сводили противника с ума своей непреклонностью и внезапностью, противопоставили ледяное спокойствие, ажиотажу ближнего боя и перевернули известные преждевоенные тактики с ног на голову. А конструкторы и техники помогали им в этом и к 21 веку довели снайперские винтовки до совершенства. Сегодня снайпер может выйти в одиночку против танка или вертолета. И как вы наверняка догадываетесь, размер имеет значение. Если вы смотрели фильм «Стрелок», то наверняка помните сцену в начале, в которой главный герой Боб, пытаясь отомстить за смерть друга, с помощью нескольких выстрелов отправляет прямиком в отвесную скалу военный вертолет. Это удается ему с помощью знаменитой американской самозарядной винтовки «Барретт М-82». Детище бывшего офицера правоохранительных органов Ронни Барретта было предназначено для подрыва боеприпасов и противостояния легко бронированной техники, как танкам и автомобилям, так и самолетам. Так что мощность винтовки сценаристы «Стрелка» ни разу не преувеличили. Правда, на протяжении фильма Боб потом использует «Чейтак Интервеншн М-200», о которой мы сегодня тоже еще поговорим, но там у него уже совсем другие цели. Вернемся к «Барретт М-82». Все винтовки этой компании разрабатывались под патрон 12,7 на 99 миллиметров, ранее использовавшийся в пулемете «Браунинг М-2». Прицельная дальность стрельбы 82-й модели достигает 1800 метров, а точность доходит до полутора-двух угловых минут. С этими винтовками американские войска участвовали в боях в Кувейте и Ираке в рамках операции «Буря в пустыне» и «Щит пустыни» в начале 90-х. Хотя самые известные их достижения относятся уже к нулевым годам и, несмотря на антиматериальный класс винтовки, связаны с противостоянием пехоте противника. Самый дальнобойный выстрел удался канадскому капралу Робу Ферлангу в 2002 году в рамках операции «Анаконда». Он уничтожил боевика «Талибана» с расстояния 2430 метров. А сержант Стив Райкерт дополнил впечатляющий список заслуг Барретта, устранив сразу трех иракских повстанцев, укрывшихся за кирпичной стеной на расстоянии 1600 метров от стрелка. Особенно уважают «Барретт-82» в штате Теннесси. С 2016 года она считается официальной винтовкой штата. Не, ну а что, вполне себе брутальный символ региона. Эта модель стала чрезвычайно популярной в фильмах и видеоиграх, таких как «Call of Duty» и «Point Blank». Геймеры стремятся любой ценой заполучить это оружие, так как с его помощью легко разносят все вокруг, чего им не позволяет обычная снайперская винтовка. Признают ее и киносценаристы. Помимо упомянутого нами стрелка, «Барретт-82» засветилась в четвертом «Рэмбо» в руках у школьника и у наемницы Шерис Уотерс в козырных тузах. В последнем, кстати, агенты ФБР, пораженные из «Барретт», нереалистично отбрасываются на несколько метров и кувыркаются в воздухе. Таким образом, создатели картины хотели передать высокую кинетическую энергию пуль. Как и «Барретт-82», австрийская «Штайр-IWS-2000» изначально не предназначена для действий против людей. Использовать ее мощность в этих целях – примерно то же самое, что стрелять из пушки по воробьям. Сами оцените! Специально для этой винтовки был разработан подкалиберный патрон «Штайр-APF-SDS» калибра 15,2 мм и длиной в 207 мм. Дульная энергия выстрела достигает 36 кДж, а бронепробиваемость оценивается в 42 мм. Технические характеристики «Штайра» позволяют поражать легкобронированные и небронированные цели, транспортные средства и склады с боеприпасами на расстоянии до 2000 метров. По-хорошему, данную модель стоило бы назвать снайперским ружьем, несмотря на кажущуюся абсурдность такой характеристики. Дело в том, что ствол оружия полностью гладкий, а значит, винтовкой его называть не стоит, даже с учетом высокой точности и дистанции применения. Впрочем, тонкости терминологии не мешают считать «Штайр-IWS-2000» одной из самых мощных в мире. Оценить достоинства винтовки сегодня могут разве что редкие владельцы. На вооружении ее так и не приняли, слишком уж дорогие к ней боеприпасы. В малых количествах «Штайр», конечно, заказывают, вот только, как и любая уважающая себя компания, информацию о покупателях австрийцы не раскрывают. Хотя говорят, что армия США закупила несколько IWS-2000, и они даже успели засветиться в военных действиях. Про американскую оружейную компанию «Айзио Айронворкс» говорят, что они сумасшедшие. Мнение, конечно, субъективное, но одно стоит признать. В семействе своих крупнокалиберных снайперских винтовок ребята создали настоящих монстров. Просто потому что могут. Один из них — «Анзио Тейкдаун Райфл». Длина ствола этой антиматериальной винтовки — 1270 миллиметров. Вес — более 17 килограммов. В кармане ее точно не спрячешь. Зато цель может находиться от стрелка на расстоянии до 3 километров. И это все равно ее не спасет. Владельцы «Анзио Тейкдаун Райфл» знают цену качественному выстрелу. Такое оружие предполагает однозарядный выстрел. Перезаряжать его нужно вручную, а максимальное количество боеприпасов не превышает трех патронов. Так что лучше достигать цели с первого раза. Тем более, что этому способствует инновационный 20-миллиметровый оптический прицел, с помощью которого можно ликвидировать даже закрытые цели, которые для предыдущих моделей были недосягаемых. Кроме 20 на 102-калиберных патронов, «Анзио Тейкдаун Райфл» прекрасно функционирует и с советскими зарядами калибра 14,5 на 114 миллиметров. Но она хороша не только универсальностью типов используемых патронов, но и высокой начальной скоростью выстрела до 1 километра в секунду. А при массе 101 грамм дульная энергия равняется 57,53 килоджоуля. Этого вполне достаточно, чтобы поражать как земные, так и воздушные цели. Естественно, крупный калибр привлекает не только американских оружейников. На вооружении сил обороны ЮАР вот уже 20 лет находится созданная в фирме Аэротек винтовка «Мехем» NTW-20. Детище конструктора Тони Неофиту, созданное на базе противотанкового ружья, предназначено для борьбы против недружественных снайперов на дальних дистанциях и поражения ракетных комплексов, спутниковых антенн авиатехники на стоянках, радиолокационных станций, легко бронированной техники. Кроме того, «Мехем» NTW-20 решает задачи по разминированию несработавших авиабомб. Стрелок устраняет взрыватель и тем самым неплохо облегчает жизнь сапёром. В комплект винтовки входят два сменных ствола. Первый предназначен для стрельбы патронами 20 на 83,5 миллиметра. Дульная энергия в этом случае составит 29,03 килоджоуля. Второй для стрельбы снарядами 14,5 на 114 миллиметров. Его создатели добавили в комплектацию, чтобы увеличить дальность выстрела. Смена одного ствола на другой происходит без различных специнструментов и не займёт более минуты. Тони Неофиту прекрасно понимал, что за мощность винтовки придётся платить высокой отдачей и постарался по максимуму снизить нагрузку на снайпера, использовав дополнительные амортизаторы и демпферы. Но даже при таких системах стрелку требуется несколько секунд, чтобы прийти в себя. Так что если вам захочется испытать это оружие, советуем трижды подумать, а достойны ли вы его вообще? Переходим к Чейтак М200 Интервеншн. Единственного оружия в нашей подборке, не являющимся в чистом виде антиматериальным. Эта винтовка создавалась целью поражения мягких целей. Так на американском английском называют живую силу противника. Этим обусловлена и фантастическая точность винтовки. На расстоянии более 2000 метров она составляет менее одной угловой минуты. Как и многие снайперские винтовки, М200 имеет ручную перезарядку и продольно скользящий поворотный затвор. Такое оружие традиционно считается более точным, чем автоматические и полуавтоматические винтовки. Специально по цели винтовки был разработан патрон 408 Чейтак с номинальным калибром 10 миллиметров. Его тульная энергия достигает 11 350 джоулей. Чейтак М200 куда более практично, чем предыдущие монстры. Она в два раза легче, чем тот же Мехем, и позволяет совершать до 20 выстрелов в минуту. Правда и стоит соответствующе. За одно из лучших достижений американских конструкторов придется выложить около 50 тысяч долларов. Впрочем, протестировать ее можно не только в реальной жизни. С помощью Чейтак М200 любители стрельбы противостоят врагам в компьютерных играх Call of Duty и Crossfire. А еще она стала главным орудием мести Боба из фильма Стрелок, о котором мы уже упоминали сегодня. А вот весьма экзотичное оружие, которое сегодня не принято на вооружение ни в одной стране из-за высокой отдачи и потенциальной опасности покалечить стрелка после первого же выстрела. Основатель компании SSK Industries, оружейный конструктор Jones из США, разработал винтовочный патрон JDJ 950 калибра 24 на 75 миллиметров. Согласно международной классификации, его следовало бы считать скорее снарядом, а специально разработанную под него винтовку ручной пушкой. Многие полагают, что это самое мощное в мире оружие. Кстати, весьма популярное среди частных фанатов крупных калибров и состоятельных любителей развлекательной стрельбы. Помимо, мягко говоря, не самой нежной отдачи, винтовка отличается высокой массой. Вес ее составляет от 36 до 50 килограммов, а размеры вы и сами можете оценить на видео. В общем, применение ее для спортивной стрельбы и уж тем более военных действий пока не очень целесообразно. А какое развитие разработка получит в дальнейшем, покажет время. С предыдущими экземплярами вполне можно противостоять снайперам противника, вертолетам и легко бронированной технике. А вот с 14-миллиметровой американской СОП вполне можно было бы выходить на тираннозавра, если бы они еще существовали. Пусть калибр покажется вам не самым внушительным, зато дульная энергия этого оружия составляет примерно 60 килоджоулей, а прицельная дальность стрельбы достигает 5 километров. Пуля патрона этой винтовки имеет большое относительное удлинение и весит около 110 граммов. Но самое удивительное, это, пожалуй, заявленная кучность оружия. Половина угловой минуты на расстоянии около 2700 метров. Изначально ее разрабатывали для спортивной сверхдальней стрельбы, и по понятным причинам она пока не нашла применения в армии. Впрочем, мы уже не удивимся, если через пару лет она засветится на съемках какого-нибудь боевика. Продолжение следует...